ну привет дорогие любители доты 2 и всех кто приходит в эту замечательную игру когда начинается интернешнл в том числе и я и сегодня и на протяжении ближайшего времени я надеюсь стану для вас проводником в этот замечательный мир волшебный мир ставок игры драйва кайфа и эмоции понимаете да эмоции то чего нам не хватает в наше время прямо сейчас а точнее сегодня уже прошли карты 12 команд которые попали в последний момент стараются запрыгнуть в последний поезд так сказать да navi secret polaris beach gaming но темпест ликвид виртус про экстрим гейминг инфи и инфей масте one и wildcard 2 группы 2 судьбы а мы в казах не я это обрежу прямо сейчас вы можете видеть на кого я поставил и кто получит слот из этих квал по моему сугубо личному мнению пройдут виртус про и secret не очень удобно осознавать то что карты начинаются в 5 утра по москве я как и любой нормальный человек предпочитаю это время лежать головой на подушке не знаю как вы но первые несколько серий я пропустил благо там было не особо интерес не считая виртус про инфеймос но первая карта для наших парней супер легкая там даже хайлайтов особо не было 20 минут инфеймос никаких шансов 2 немножко потяжелее team secret tempest все понятно все легко 20 пей а вот на navi polaris я уже проснулся почему там 11 давайте разбираться первая карта за нами нас интересует вторая карта что пошло не так какой форме находится витюн сейчас большой вопрос нет вопросов только у к нуну тащит старается весьма выжимает максимум который может ну вот вот не может его команда вот здесь буквально моментик такой 24 минута игры соло ставит центре подходит ставит ops тут же видит котверка оп замахнулся нет подожди 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 сейчас смотришь ждет замахивается на вел и оп 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 запрыгивает оп оп чип что произошло а замечательный файл и все это из-за чего просто из-за того что солнеч подошел и поставил observer эврика перемещаемся буквально на пару минут вперед смоук от navi аккуратненький заход в тройку но как ты можешь заходить в тройку таким вот образом прыгает вперед у нас лейс но никого не видит тут же ли чего хватает спокойно разбирается соло чем у нас тераблейд и все делает витюн т.п. аут вы посмотрите как делает витюн т.п. аут вот он делает бкб т.п. аут делает т.п. аут и батарейка работать не работает он в какой рубашке родился еще немножко идем вперед 31 минуты игры ведь он делает т.п. соло уже умер и просто shadow blade заходит смерть просто заходит смерть всем при этом даже при всем при этом navi сейчас занимают верхнюю строчку в своей группе три матча очков пока хватает ваше здоровье и за моё очко следующий интереснейший матч это секрет вичи гейминг вторая карта но я хочу показать вам только один момент из этой всей карты насколько хорош кристалла из судить вам напишите в комментариях я не знаю я не возьму это проблема коров это патч коров почему так много зависит сейчас от первой позиции возвращаясь к navi polaris хочется по секрету сказать что один из букмекеров отменил ставки на вторую карту интересно почему эта новость была на одном небезызвестном портале через час спустя после опубликации этой новости новость пропала но мы-то ее видели это что 322 в квалификациях последнего шанса не знаю естественно приятный и интереснее всего мне смотреть за снг дотой поэтому wildcard против virtus pro интересно что wildcard здесь бруда в пике причем на третий пик можно было и на последний взять не думаю что кто-то бы не дал бы давай лайме его взять попозже вторая минута игры килл на рамзесе и соло килл на гпк и дальше снова умирает рамзес а к двадцатой минуте бкб на праймал бесте спокойно выходят делают прекрасные киллы virtus pro bravo bravo могут же знают свои тайминги делают все вроде классные все вроде позитивно и здорово пацаны выиграли можно даже наверное и расслабиться и гпк на развороте нет отличный файл ты посмотри как забатили все все в руках virtus pro круто классно да изи бабки я уверен там коэффициент был 1.2 если он не был закрыт в принципе 37 минута заход на хэгграунд с аегисом на рамзесе нормально он он вытащил его убили там сколько 20 раз наверное убили но он все равно свое вытащил вот с аегисом заходит virtus pro на хэгра прыгает я меч выпины вает sf все в таверне байбака нет есть рефрешер но почему-то уже минус 2 что-то как-то не очень здесь пошло с аегисом был там парочка выходит но бкб уже как бы прожата вот делает байбак дм здесь а никуда не отпустят нам за все они куда не их уходы чувствует надо делать тоже тупо почему он не делает я не знаю гпк уходит вон есть мана все даем пришел посмотрел на это все и развернулся gpk gpk лети нет стан лети перекинули и полетел как бы еще за ним бежит бруда и сколько у них было преимущество две минуты назад 17000 отыгрывают wild card просто десятку за один файл надо ли говорить что случилось потом polaris nonus пацаны вам интересны эти карты очень интересны очень но еще интереснее это матч дня virtus pro против extreme game китай против снг а ведь не просто так это матч дня ведь не просто так первая карта выход на гпк и хокоду на 14 минуте и экстрим гейминг уже впереди на пять тысяч а это только 15 минут пик экстрим гейминг на минус армор это что-то невероятно им дали просто всю фуловую комбинацию дм на том ли герой дм веномантер 29 левел герой но тем не менее профит на ли 26 минута дефолтные танцы на рошане обе команды и те и другие ничего не видят абсолютно вообще 0 видом зас идет куда вот он идет вот зачем он зачем он туда двигается рамзик ты не было здесь не было на карте совершенно вот этот прыжок от парней я если честно вообще не понял не могу никак объяснить если вы найдете этому объяснению напишите в комментариях и конечно самый решающий файт снова на рошане что здесь комментировать давайте просто посмотрим ультимейт не нажимается не выпускают никак это что еще одного лишнего форстафа не хватило тамба ставится тамба далеко команда далеко давайте на вторую карту просто и в этот момент коэффициенты уже поползли в сторону экстрим гейм если я не ошибаюсь что на старте на виртус про был коэффициент в 4 я заплутал кто вразумит скажет как бы я в тупике если мой корр не умеет фармить заметили да как мы возвращаемся снова к вопросу о первых позиция экстрим гейминг лов 19 минуты игры сайлансер дает global чем он он не видел он не видел гпк чем он почувствовал что ему нужно нажать перекачку это просто рандом что это он увидел по на карте но вообще лично по моему мнению именно вот этот вот парень и виноват во всей этой истории второй карты зачем тут был взят тайт хантер на последний пик я не знаю но с ларк закрывает здесь всех это чисто фришная игра если бы рамзес еще несколько раз не погиб ну нервы как это можно объяснить еще отличная драка на 22 минуте но спустя всего пару минут случился какой-то невероятный дискоммуникейт не видят противника ультимейт жмет не жмет станет бкб нажал замечательно все и делает оба кто-то ему скорее всего кричит от меня я здесь с блэк холлом но а какой смысл он находится совсем не в позиции зачем это было здесь явно кто-то уже на кэфик приятненький подзалил и хорошо так как а у гбк сборочка-то настоящего до дэнсайдика магические только получила аркейн blink заходит enigma дм дает замечательный блэк холл первый рошан в копилку virtus pro отличная драка морф таверне все довольны рэвэйджи зачем они нужны зачем здесь они нужны никто их не даст олд элеван супер олдскул китайский игрок замечательный дайте ему дума какого-нибудь вы только что наблюдали рэвэйдж под байбэк анда инга 36 минута увидел м о том что морф снизу один сделал тп аккуратненько там это легко абсолютно читается бкб есть вот он видел морфа станчик сбили но гпк ультимейт перекачка а она здесь не спасет бкб куда-то прыгает а тп в кулдауне ты никак уже не убежишь манси как хочешь и у сларка опять же здесь развязанные руки совершенно далее была драка на рошане не самое позитивное для наших ребят слишком хорошо нажали смоук экстрим гейминг зашли в бэксайд демо выбили бкб и зевста при нажатии ультимейта видит всех бкб нет прыгает тайт дает рэвэйдж все но здесь у рамзеса все это круто у него ему далее то что он хотел вероятно скорее всего он колил давай братанчик мне там нужен сларк я здесь за соль какой-то невероятный файт на 45 минуте сларк каким-то чудом просто выживает и all the lemon вот здесь вот если бы он нажал бы рэвэйдж зная то что сларк просто дар пактайцы бы скорее всего зашли на хг сломали бы сторон там не было ни бкб не у сфа не у сларка чего-то побоялся но это нормально это по квалификации последнего шанса 50 минута файт за игру от без рэвэйджи ничего не может дать диффуза сларков съедают и гпк уже с хексом два ультимейта шесть кайлов и вишенка на торте последний файт посмотрите как лоу лоу жмет кнопки на сколько оправдана покупка шадоу блейда на морфе мы узнаем ближайшее время ведь это все равно одна проигранная карта соответственно меньше баллов наши пацаны в обоих группах сейчас находится достаточно высоко если вам нравится подобный формат видео на канале и вы с кайфом их смотрите пожалуйста дайте знать об этом в комментариях ставьте лайки колокольчики и я надеюсь увидимся завтра в принципе старт неплохой у всех команд и даже понятно кто здесь аутсайдер даже если он уже не аутсайдер аутсайдер